Приложение SolidWorks Visuals Professional представляет собой отдельный инструмент для создания фотореалистичных видов деталей или сборок. Предоставляется он в пакете SolidWorks Professional, либо приобретается отдельно. Также приложение может работать без запуска основной рабочей среды SolidWorks. В данном видео кратко рассмотрим основные возможности и некоторые инструменты этой программы. Основное рабочее окно программы после открытия делится на несколько частей. В основном окне предоставлены примеры проектов. Последние документы — SolidWorks. Программа может работать как с файлами сборок, так и с файлами деталей. А также последние проекты, выполненные в SolidWorks Visuals Professional. Новый проект можно создать, используя файлы из последних документов SolidWorks, выбрав необходимые, нажав кнопку «Открыть». Либо можно пройти в меню «Файл» и нажать «Создать». После чего создастся новый проект. В который необходимо будет добавить нужную модель, детали или сборки. Для того, чтобы добавить в созданный проект модель, необходимо зайти во вкладку «Проект», в категорию «Модель» и выбрать параметр «Импортировать модель». По умолчанию предлагается открыть файл проекта. Нажмем на выпадающее меню, где можно отсортировать файлы по типам. Программа SolidWorks Visuals Professional может работать напрямую с файлами, созданными на геометрическом движке Parasolid, и, кроме того, поддерживает достаточно широкий ряд производных файлов систем автоматического проектирования, таких как Ptc Creo, Katia, Autodesk. Кроме того, работает с файлами Step.estail и файлами моделей 3D Max. Выберем все файлы и откроем сборку. При добавлении твердотельной геометрии в проект появляется окно настройки импорта, в котором можно настроить геометрию и каким способом необходимо импортировать в проект. Это может быть автоматическое создание геометрии, плоское состояние какой-либо детали из сборки, группа или преднастроенный внешний вид, слой и внешний вид для файлов, производных с AutoCAD. Кроме того, можно настроить сохранение структуры для импорта деревопостроения и для последующей работы с визуализацией непосредственно в SOLIDWORKS Visual Professional. Выберем «Авто». Кроме того, можно задать прикрепление к полу, если правильно задано. Точки начала координат на деталях достаточно удобно, так как модель будет правильно отпозиционирована. Также есть настройка внешних видов, преднастроены в системе автоматического проектирования, есть возможность импорта анимации, есть возможность импорта камер, если они уже были добавлены, в добавление для работы с видео, SOLIDWORKS Motion. Кроме того, можно добавить настройки, сцены, если они были добавлены из библиотек проектирования Toolbox, либо подгрузить шаблон. Внешнего вида созданы также при помощи стандартных средств SOLIDWORKS. После того, как модель была добавлена, необходимо ее отпозиционировать. Для этого в меню «Инструмент выбора» выберем «Модель» и в меню «Инструмент манипулирования объектами» выберем «Переместить», после чего выберем «Модель» и перетащим ее в необходимое положение. Также справа есть некое древо построения, где можно трансформировать объекты, задавать им различные параметры и точно позиционировать относительно системы координат либо абсолютной, либо дополнительно созданной. В этом и дополнительно в более тонких настройках программы в целом. В следующих видео мы скажем. После того, как отпозиционированный объект, необходимо перейти к следующему пункту, это текстурирование и настройка внешнего вида сцены. Перейдем в меню «Внешний вид». По умолчанию доступны «Внешние виды», заданные в «Solidworks». Это сталь для болтов из библиотеки «Toolbox». И по умолчанию белый цвет для всех остальных деталей. Можно создать новый «Внешний вид». Меню «Настроек внешнего вида» позволяет настроить цветовое решение, параметры зеркальности и шероховатости. Меню «Настроек внешнего вида» позволяет настроить внешний вид, параметры, зеркальности и шероховатости. Также можно использовать в качестве текстуры фотографию материала, из которого изготовлен объект. Это достаточно удобно для получения более реалистичных изображений. Также можно сохранить добавленный вид в библиотеку, стандартных элементов для последующего использования на других деталях. Для ускорения работы можно зайти в библиотеку файлов и добавить нужный внешний вид из библиотеки заготовок. выберем темный хром и добавим его к модели методом перетаскивания после добавления текстур. На все необходимые детали можно перейти к следующему шагу. Это настройки камеры. Настройки камеры позволяют добавить несколько камер, каждая из которых будет отвечать за отдельный вид, что достаточно удобно, так как при последующем рендеринге можно получить виды со всех камер. С учетом преднастроенной сцены, освещения и текстур. После того, как добавлены камеры, перейдем во вкладку сцены для настройки фона при рендеринге модели. Справа также имеется достаточно широкий ряд настроек сцены. Это тени, отражения, высота и ширина рабочего поля. И также это настройки освещения, настройки солнечного света, настройки разрешения текущей сцены. Это все можно очень гибко и качественно настроить. Но об этом также мы расскажем немного позже, а пока снова воспользуемся библиотекой внешних видов, так как в ней также присутствуют настройки сцен. Перейдем во вкладку «Плейтс», выберем «Студио» и добавим «Дарк Студио». Таким образом теперь выглядит сцена. можно снова перейти во вкладку «Сцены» и при необходимости заменить какие-либо из параметров настройки текущей сцены. Обратите внимание, что при изменении настроек базовых сцен в библиотеке проектирования они не будут изменяться. Они будут изменены только в текущем проекте. После того, как завершены настройки внешних видов, сцены и модели, необходимо перейти непосредственно к рендерингу. для этого в верхней части рабочего окна нажмем кнопку «Инструменты вывода», после чего откроется меню настроек вывода, в котором можно сделать снимок с текущей рабочей области программы, настроить рендеринг изображения, настроить рендеринг анимации, а также добавить поворотную платформу и перемещение источников света. Об этом также немного позже будет рассказано отдельно. Перейдем в настройку адресовки. Также тут задается имя файла, категория, в которую будет выведен файл формат изображения. Выберем формат JPG. В режиме вывода выбирается, что именно в данный момент будет считаться и отрисовываться. Это может быть отрисовка текущей сцены, отрисовка всех камер, всей конфигурации, также это может быть добавление панорамы либо вида для VR виртуальной реальности. А кроме того, необходимо настроить проходы вывода отрисовки для включения тех или иных характеристик. При расчете внешнего вида модели это может быть блеск, это может быть черная зеркальность, это может быть шероховатость. Также можно включить дополнительно тени, дополнительные объекты и, к примеру, глубину. Кроме того, в нижней части выбора рендера можно использовать сохранение предпросмотра, которое сохранит изображение с рабочего поля программы. Можно использовать опцию быстрого рендеринга либо опцию точного рендеринга. Соответственно, чем выше точность рендеринга, тем дольше будет происходить процесс расчета изображения. Выберем быстрый рендеринг и нажмем кнопку «Запустить отрисовку». SolidWorks Visual Professional достаточно функциональное приложение для работы с визуализацией твердотельных моделей. К тому же, его ресурсоемкость несколько ниже, чем ресурсоемкость PhotoView в 360, который является добавлением для пакета SolidWorks и имеет несколько меньший функционал, чем Visual Professional. Кроме того, рендеринг можно производить в фоновом режиме, а также можно сохранить проект для дальнейшей работы с визуализацией либо добавлением в текущую сцену каких-то дополнительных элементов. вкладка с рендерингом открывается отдельно и при этом можно продолжать работу непосредственно в основном окне программы. По мере того, как будет продвигаться просчет внешнего вида, сборки или элемента, изображения в данный конкретный момент расчета будет отображаться во вкладке «Рендер». Кроме того, расчет можно поставить на паузу либо сохранить в том виде, в котором он есть сейчас. В верхнем окне также показывается примерное время расчета. Кроме того, для каждого расчета можно дополнительно задать устройство, на котором оно будет рассчитываться. Остается только дождаться завершения рендеринга и можно будет воспользоваться его результатами, получив красивое изображение в заданном разрешении с заданными ранее характеристиками. Субтитры создавал DimaTorzok